Парацетамол, два стандарта, и умифеновир, и гриферон. Буквально пакетик с первой помощью. Препаратов немного. Пациенту по этому адресу уже исключили пневмонию, а вот мазка на коронавирус еще нет. К врачам он обратился вчера, а сегодня его схема лечения уже готова. Павел почувствовал себя нехорошо накануне. Утром у него была температура 38 градусов. На работу он не пошел. Пандемия – вещь серьезная, нужно перестраховываться. Сразу вызвал медиков. Второй для нас. Согласен. Лечение в инвалидных условиях. Теперь бы, беспокоится Павел, открыть больничный дистанционно. Эта онлайн-процедура ему пока не знакома. А с лечением, уверен мужчина, все теперь будет в порядке. Разбирают быстрые такие лекарства. Слышал об этом. Само собой, конечно, что удобно. Никуда не ходить не надо. Тем более, маме уже 80 лет. Куда она пойдет? А мне сейчас на улицу выходить тоже нежелательно. Бесплатное лекарство развозят по домам с 1 декабря. Медики объезжают в среднем по 10 надобных пациентов ежедневно. Как правило, все они имеют среднюю или легкую степень тяжести заболевания. Однако, даже спустя 9 месяцев пандемии и осенней истерии из-за того, что не могут дождаться врачей, в декабре 2020-го остаются те, кто тянет с обращением к медикам до последнего. Когда пациенты не обращаются за медицинской помощью, то есть в домашних условиях самостоятельно лечатся. Мония осложненная уже, то есть дома лечат самостоятельно уже. Когда приезжаешь уже и сатурация низкая, то есть и общее состояние тяжелое. Негативных реакций на курьеров лекарств практически нет, говорят врачи. Исключения, конечно, бывают, но их списывают на отпечаток заболевания. Кстати, бесплатное лекарство жители смогут получать не только с момента подтверждения пневмонии или коронавируса. Медики идут на опережение. Если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден, но присутствуют как минимум два симптома, сходные с ковид-клиникой, ему будут давать бесплатные препараты. Другими словами, если ваша температура выше 37,5 градусов и нет обоняния, или есть одышка с высокой температурой, то вам не стоит выходить из дома и нужно обязательно позвонить врачу, чтобы в ближайшее время привезли нужные препараты. Напомним, по расчетам Минздрава на лечение одного человека уходит порядка 10 тысяч рублей. И на ближайшие месяцы нужные суммы на лекарства больных ковидом в крае есть. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком.